Здравствуйте, дорогие наши телезрители! Сегодняшний выпуск очень необычный, но вместе с тем полностью отвечает нашему мироощущению. Смотрите и внимайте нашим рассказам! Паломничество по святым местам существовало всегда. Все крестовые походы Средневековья были суть массовым паломничеством гробу Господнему. Сегодня верующие из Бурятии большими и малыми группами выезжают в Индию, Непал или Тибет, дабы приобщиться к святому. Но! Наша Бурятия столь богата святыми местами, что кажется, что небо и земля пожали в этом месте друг другу руки. Группа паломников-энтузиастов из буддийского центра Алмазного пути школы Карма Кагью, город Уланды, совершила воеждж именно по таким местам. Первым местом посещения стал Ацагатский дацан. Именно здесь родился российский государственный деятель и дипломат самой драматичной эпохи Российской империи, учитель Далай-Ламы XIII, основатель Санкт-Петербургского дацана Акван Даржиев. Ацагатский дацан невелик по размерам, но словно спустившийся с небес именно в этом месте атрибуты, увековечивающие память великого учителя, способны поразить воображение любого человека. Еще одной достопримечательностью Ацагата является дом-музей самого Патриарха. Внешний дом небогатого Бурята XIX века. Внутри это настоящий музей восковых фигур. Тряски дороги Бурятии не способны затмить красоту нашей земли. Временами кажется, что время здесь застыло. И этот табун, и эта седая степь кажутся видениями из прошлого века. И, кстати, везде, там и тут, то в степи, то на горе, видны белоснежные субурганы в честь духов местности. А это Анинский дацан в Хоринском районе. Этот дацан знаменит тем, что здесь начинал свое обучение хамбола Майтыгелов. И вглядитесь внимательнее в эти развалины. Можно увидеть и понять, что стены и окна построены по канонам классической европейской архитектуры. Дело в том, что в конце XVIII века возведение здания начали английские миссионеры. Но по каким-то причинам не закончили. Местные же жители достроили крышу в традиционном восточном стиле. Настоятель Анинского дацана Лыксок Лама прилагает массу усилий для того, чтобы один из самых славных дацанов Бурятии обрел свое истинное лицо. Родовые земли племени Хори Тумат примечательны еще тем, что степь здесь украшает комплекс из 108 субурганов. По словам Циван Ламы, наиболее близкий аналог есть только в Монголии, в местности Дандагоби. Но там всего 100 субурганов. Усть-Игитай Равненского района. По преданиям, эта земля рождала скакунов, потеющих кровавым потом, и батаров, могущих раскрыть камень зубами. Это всего лишь легенды, но камни украшают эту землю. И здесь силами поклонников великого бурятского поэта Широба Нембуева возведен сад камней в честь его бессмертного творчества. Казалось бы, поэтический сад камней и тема нашего повествования никак не соприкасаются. Но кто скажет, где грань между поэтическим и божественным? Тем более, что на этой же земле стоит величественный эгитуйский датсан – дворец мировой святыни буддизма Занданжу. Она была выполнена при жизни самого Будды Шакимонии. Эгитуйский датсан представляет собой полностью готовый комплекс для приема большого потока паломников. Но странное дело – потока нет. Почему люди не едут к одной из самых великих святынь? Амгалан-Лама считает, что тут нужно координировать усилия всего общества – и властей, и традиционной санхи, и просто неравнодушных людей. Ведь содержание комплекса по сохранению реликвий, чем по сути является гитуйский датсан, обходится недешево. Нужно поддерживать постоянную температуру, влажность и плотность. И еще одно. Занданжу официально признан памятником культуры федерального значения. А это значит, что не сделать ремонт, не провести какие-либо изменения без разрешения из Москвы – ламы не имеют права. А оттуда сверху не видно, что бесценная статуя уже начинает подвергаться воздействию внешней среды. Высокое федеральное ведомство хоть средство выделяло бы, что ли. Дождемся мы вмешательства высших сил. Ох, дождемся. Степные дороги и горные перевалы привели нас в долину Киженги. И опять везде нас провожали священные субурганы, призванные защищать тех, кто живет на этой земле. Вдалеке виднелась священная гора Щелсана, которая сама является одним из природных субурганов и хранителей живущих. Но наш путь привел нас в настоящую таежную келью, где живут последователи учения великого реформатора буддизма, перерожденца и бедеи Дондарона. Добротно срубленная изба, ласково-черная кошка, недоверчиво глядящий козел, хозяева, на лицах которых покой и умиротворение. Это дом Дмитрия Рыбалка Ирины Васильевой. И сейчас здесь живем мы. А около дома ступа с прахом Василия Репки, ученика Дондарона. Невозможно в двух словах передать смысл учения этого великого йогина. Но факт в том, что сейчас в Кижинге живет очень много его последователей, бросивших престижные должности, квартиры в Москве, Питере, Прибалтике и живущих теперь здесь, на его родине. Они живут духом. Современному урбанисту и карьеристу, наверное, очень трудно, а скорее невозможно, понять их логику. Но факт есть факт. Прах самого же учителя упокоился здесь же, недалеко. Циван Лама провел обряд. Тем временем сумерки сгущались, и на ум пришло еще одно имя – Лупсан Сандан Цеденов. Это, в свою очередь, учитель самого Пидии Дондарона. Пожалуй, нет в истории бурятского, общемонгольского, да и всего мирового буддизма имени более противоречивого и одиозного, чем имя Худнелама, как его называли простые люди. Он отказался стать хамболомой, избрал путь отшельника, практиковал одно из самых мистических направлений буддизма. Был человеком неимоверно трудного характера, который не кланялся ни перед российским императором, ни перед высокопоставленными тибетскими ламами, ни перед красными комиссарами. В смутное время он даже на территории Киженги создал теократическое балаганское государство и провозгласил себя его царем. Как бы там ни было, память о нем жива. Иногда кажется, что его пронзительный и безмерно грозный взгляд продолжает поднимать вихри над сонной степью. В Киженге величественно возвышается, пожалуй, самый красивый субурган – великая ступа Джарунхашор. Абсолютный аналог такой ступы есть только в королевстве Непал. И прямой перевод его названия на русский – это «исполнитель желаний». Так что неудивительно, что к Джарунхашору приезжают из самых разных мест Бурятии, и не только. И желания страждущих исполняются. И в какой бы точке ни находиться, Джарунхашор всегда смотрит тебе прямо в сердце. Ламы говорят, что здесь изображены глаза лемурийца – представителя расы, существовавшей еще до мифических атлантов. Глаза новорожденных детей, между прочим, слегка напоминают этот взгляд – взгляд лемурийца. Мы не успели рассказать всех подробностей этого паломничества. Именно паломничества, ибо шли мы к святому, мы не успели рассказать о единственном в Бурятии-Субургане, где в основании изображен лотос. Мы не успели многого. Но, как говорят президенту Лануденского буддийского центра «Алмазного пути», школа Кармака Гью, Людмила Инкина и светлый человек-коголубь мира, прилетевший в Бурятии из далекого-далекого запада Яна Кузь, именно Бурятия должна и может стать одним из центров мирового и российского паломничества. Яна добавляет, что тот, кто хоть раз вдохнул воздух с земли Байкала, больше никогда не сможет дышать другим воздухом. Этот рассказ должен быть по сути о феномене богини Инжимы. Но, видимо, получится не только об этом. Баргузинский дацан расположен в живописной местности у подножия священной горы Бархан-Улла. Дух хозяин этой горы в буддийском пантеоне считается самым северным хранителем веры и одним из самых могущественных. Наш Бархан-Бабе является одним из пяти ханов сангольских родов бурятского народа, а также входит в 11 наем бурханов 11 хоринских родов, хоринских бурят. Поэтому вот такая уникальность. Молебен в честь великого хана Бархан-Уллы решением буддийской традиционной санхи решено проводить ежегодно. Присутствие настоятелей дацанной всеэтнической бурятия обязательно. И на этот раз прибыл весь цвет духовенства со всей республики – Аги и Устерды. Молебен проводил лично хамбулом Адамба Юшеев. Во все времена здесь отдыхали и поправляли здоровье страждующие со всей республики. Баргузинскую долину можно считать уникальной природной лечебницей самого широкого спектра. Но лихие времена пустили все на ветер. Сегодня же бараханский источник силами местного энтузиаста и просто патриота своей малой родины Бадмаева Василия Борисовича вновь очищен, обустроен и освящен. На котором можно не только здесь помолиться нашему мархамбабе, а также можно и поправить свое здоровье. Если надо будет, здесь проведут все необходимые ритуалы. Василий Борисович является штатным ломой нашего дацана. Это очень хорошее дело, хорошее начинание. Ну и мы надеемся, что дальше все будет лучше и лучше. Некоторый физический дискомфорт вносил довольно сильный дождь. Но по народному поверию дождь всегда к добру. Это значит сигнал того, что урожай будет в этом хороший. Благополучие людей будет и здоровье, благополучие людей будет зависеть. Мы сегодня провели молебен, но думаю, наша жизнь дальше улучшится. Дацан – самый знаменитый долин Бурятии, по сути, новостройка или даже долгострой. Строение и культовые сооружения возводятся и улучшаются уже почти десяток лет. Новый импульс к развитию дацан получил, когда в дело включились именитые и влиятельные баргузинцы. Принято решение народным хороалам, правительственным нашим республики, главой республики Вячеславом Владимировичем Наговицыным, чтобы мы помогли и бюджетными деньгами. Это первое. В ближайшие буквально дни, в ближайшие дни поступит первые 2 миллиона для продолжения строительства. Планируем сдать где-то, наверное, в 2013 году. Встречи с самой богиней Инжимой ждали тысячи верующих. Скептики могут хмыкать сколько угодно, но признанным фактом является то, что зафиксированы реальные случаи обретения радости материнства, казалось бы, в самых безнадежных случаях. И местные жители смеются, что их домашняя скотина почти поголовно приносит двойной приплод и еще один камень в огород скептиков. Буддизм ли, шаманизм ли, так или иначе прививают человеку экологическое сознание. Человек начинает где-то в глубине сердца понимать, что природа и божественные проявления – суть одно и то же. Для нас неким поэтическим откровением прозвучали слова Хамбола Мы, что богини Инжимы – глаза Алани, глаза беззащитной косули. Я прошу косуль не убивать. Будете убивать косулю, будете стрелять в глаза Инжимы. Если будете охотиться, но я прошу, если кто традиционно охотится, пожалуйста, охотитесь. Это, как бы сказать, это их непотребность, это их традиции. Но буддистов я буду просить, а то ослепите, как в Моинголе один ослеп. Поэтому я прошу, чтобы косули здесь чувствовали себя счастливы и спокойны. Только из-за этих слов уже можно было преклонить колени. Апофеозом любого празднества в Бурятии становится всеобщий Йохор, как символ единения. В старину Йохор носил другой, более практический смысл. Буряты перед войной или охотой могли кружиться в Йохоре и по семь, и по восемь дней. А отношение к старинному бурятскому танцу Хамбола Мы, мягко говоря, удивило и огорошило всех и вся. Чем больше будете крутиться вокруг себя, тем тупее будете. И поэтому, когда мне, на артисты, придумывают всякие танцы вокруг себя, когда злоба с Хмуды-Хмуды заставляет крутиться вокруг себя, это дурость, что мы сын ожилим. И поэтому просьба большая. Ламну дэнду гоже бэхуйдэн. Бархане, если не хажута, йохань, танцуйте. Еще один самый яркий и самый долгожданный признак и финал всех больших мероприятий. Три игры мужей. Стрелки из лука были собраны, сконцентрированы и демонстрировали чудеса меткости. Особенно колоритно смотрятся, оказывается, стреляющие женщины. Но все затмил бухая Барилдан. И всех затмевал неукротимый волей к победе баргузинский богатырь Батор Циренов. К этому ярчайшему представителю современного национального вида спорта можно относиться как угодно. Но совершенно точно что-нибудь Батор Циренова, зрелищность Барилдана была бы куда ниже. Ему уже далеко за 30, но он не уступает и, главное, не желает уступать ни в чем молодой и напористой поросли борцов. Из борцовской элиты еще зрители порадовал агинский силач Цибик Максаров. Но самое жесткое противоборство у Батора Циренова произошло с тугнуйским великаном Батором Гармаевым. В итоге, то ли устав от характера хозяина турнира, то ли оказав уважение всей Баргузинской долине, тугнуец отдал первенство. Абсолютно невыдыхаемый и непробиваемый Батор Циренов праздновал победу. Сам же он говорит, что по функциональным возможностям организма значительно уступает еще одной баргузинской звезде Борису Будаеву. Комментарии излишни. А баргузинцы вообще поголовно борцы. Но Хамбол Амай хидно заметил, что среди этого сонма борцов нет ни одного настоящего богатыря. Сегодня монголы борются, они выставляют на борцовское поле по 300-400 парней, которые весят 160-140 килограмм при росте 180. Почему в Баинголе, то есть в Баинголе, в Баргузинском районе, кроме Батора Циренова, нет ни одного здорового человека? Почему вы такие мелкие? Дорогие мои гордые баргузинцы, в Курумканский район вообще нет ни одного здорового парня, который бы выходил и боролся, защищал свою тесть. Как и ожидалось, тема вырождения свелась к рациону питания. А баргузинцы что кушают? Загу. Загу, галычезвен, дым. Загу, я жанчел, туруха бехт. Поэтому с этого дня мы начинаем кушать баранину. Кстати, о баранине. Нельзя сказать, что баргузинцы сидят только на амулевой диете. На фоне величественных гор степи бродят и коровы тучными стадами, и молодцы на конях горсуют, и даже из конной бурятской породы собака хаташо охраняет немалые стада баранов. Баргузинцы и курумканцы говорят, что повальную моду наличные фермерские хозяйства ввел их же земляк. Депутат народного хурала Баир Батуевич Доржиев. Сейчас у нас здесь уже хозяйство большое. Здесь выращиваем пшеницу, овес, кормовые. Будем, разводим пчел и держим скот. Естественно, сам Баир Доржиев не пасет свои стада. Делу одного из самых ярких и активных молодых политиков и без того хватает. Все хозяйство держится на моем отце, который всю жизнь отдал сельскому хозяйству. Вернемся на круги спортивные. В последней решающей схватке Юролчином на стороне Батора Циренова выступал не кто иной, как знаменитый баргузинский шаман Соломон Ирденевич Дагбаев. О нем стоит рассказать подробнее. На прошедшей недавно Максимихе Байкальской лыжной гонке погода была просто отвратительной. Даже было страшно выпускать налет именитых московских гостей. На помощь прибыл именно Соломон Ирденевич и принародно заявил, что погода разъяснится. Так и случилось. Именитые московские гости были, кажется, шарашены и несколько подавлены. О чем-то долго беседовали, расспрашивали такого, на их взгляд, экзотичного местного жителя. Мы имели возможность побывать в гостях у шамана. Все-таки нам интересно, откуда у человека всю жизнь, прослужившего судьей, вдруг проявляется сверхспособности. Вообще я замечал, когда еще пацаном в школе учился. Кто-то меня зовет, разговаривает, все накосил, хатанье в хадай, направлял. Самой своей большой силой Соломон Ирденевич считает свою незримую связь с родной землей. Когда грохочет гром над Баргузиным, или царственно гудит Байкал седой, не чудится паренье орлиным, бадмы ликует голос молодой. Он считает, что его родной Баргузию всему миру может послужить примером того, как должны мирно и плодотворно уживаться люди разных национальностей. Между прочим, ему с рождения дали совершенно обычное бурятское имя. Но он родился в селе Улюкчукан, его принимала мама Матвея Гершевича, которая была акушеркой. И в будущем, только завидев своего приемыша, ласково приговаривала. «Ой, Соломончик бежит!» С тех пор имя древнееврейского царя стало его паспортным и настоящим именем. Вот такие истории. Какая земля, такие истории. Впервые мы побывали в Баргузинской долине давным-давно, в детском доме. С тех пор нас искренне волнует тема защиты детства. В этот раз поездка была более насыщенной. Думается, мы расскажем еще не одну историю, связанную с Баргузинской долиной. Мы там слышали, что есть захоронение древнего народа Баргут. Мы с удивлением узнали, что село Улюкчукан, родина нынешнего спикера Хурала, в этом году отмечает 200-летие, первое в истории Бурятии Степной Думы. По сути, это маленькое село, родина бурятской демократии. Так что нам будет еще что рассказать. Нам интересно работать и жить в Бурятии. Пусть и вам будет интересно жить на своей земле. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok